Субтитры делал DimaTorzok Да, еще раз добрый день. Как обычно, мы сегодня будем два часа вместе с вами. 211-101, сразу напоминаем номер нашего телефона, во втором часе, если уж его анонсировать, к нам придут представители в том числе национальных диаспор, проживающих в нашем городе. Дело в том, что на днях в нашем городе состоялась межрегиональная конференция на тему создания единого многонационального пространства через развитие интереса к сокровищам традиционной народной культуры в современном обществе. Уж какое название длинное. Звучит очень интересно и очень непонятно. Нет, очень понятно. Речь идет всего лишь о формировании общероссийской идентичности. Да. Что это такое? Я еще понятнее сказал. Что это такое? Во всех подробностях мы поговорим вместе с нашими гостями после 12.05. У нас гостей, кстати, там ожидается немало. Четыре человека. Два гостя у нас в первом части. Сразу же их приветствуем и представляем. Николай. Ну, это Надежда Чернеодева, начальник участка очистных сооружений водопровода наших кировских коммунальных систем. Я правильно сказал? Правильно. Правильно. Добрый день, Надежда Владимировна. Добрый день. Ну и Олег Тимофеев, начальник очистных сооружений. Начальник очистных сооружений водопровода. Олег Борисович, добрый день. Здравствуйте. Должность тоже правильно сказал? Да. Нет, звучит, конечно, очень весомо. Начальник очистных сооружений. Начальник очистных сооружений. Речь о чем пойдет? Догадайтесь трех раз. Про ту воду, которая бежит из наших кранов. Надежда Владимировна и Олег Борисовича у нас уже были в студии не раз. Мы говорили о качестве водопроводной воды. И вот как раз накануне в СМИ появилась информация о вашей работе. Мы решили вас пригласить, подробнее обо всем побеседовать. Компания ККС подвела итоги полугодия работы по новой технологии водоподготовки для нашего города. В результате специалисты компании отметили стабильность процесса и повышение качества очистки питьевой воды, подаваемой жителям областного центра. Давайте поподробнее сегодня поговорим. Что же происходило на протяжении последнего полугода? Что за новые технологии внедрялись, Олег Борисович? Переносимся в Корченкино, соответственно, на водозабор. Хорошо. Да, на самом деле у нас запущен дополнительный технологический процесс. Это уже к тому, что было, да? К тому, что было, плюсом, да. Процесс этот называется преаммонизация. Как? Преаммонизация. Преаммонизация, да? Да. То есть слово аммоний тут звучит? Да. И, видимо, это как раз, чтобы бороться с этим самым нашим злым аммонием. Не совсем. Не совсем, а ну. Дело в том, что с этим злым аммонием мы боролись довольно долго, набрали серьёзный опыт в этом направлении. И при этом выяснили, что аммоний, он, конечно, вредный, он нежелательный элемент в больших концентрациях. А в небольших концентрациях очень сильно даже помогает процессу очистки. Давайте напомним, откуда у нас в ветке аммоний. Для тех, кто не в курсе. Аммоний, он приходит только в паводок, в период разлива реки, когда вятка заливает пойменные озёра, которые находятся выше по течению, чем Киров. А в этих озёрах скопилось большое количество вот этого самого аммония. Скопился он от деятельности в своё время КЧХ. Когда это ещё был Кирилл Чпецкий химкабинар? Да, да, да. Его вывозили, собственно, да, и складировали как-то. Ну да, там у них, как это называется, хранилища. Хвост-хранилища там были. И вот они не совсем герметичные, по всей видимости. И через грунтовые воды происходило заражение вот этих вот пойменных озёр. Там концентрация аммония достаточно большая. И в период весеннего паводка их промывает, и этот аммоний попадает в вятку. И, соответственно, приходит к нам на водозабор. Но уже несколько лет мы с этим боремся. С 2010 года начали активно с ним бороться. И, как я говорю, набрали достаточно большой опыт в этом плане. Ну и заметили, что при небольших концентрациях аммония он позволяет улучшить процесс очистки воды, препятствуя образованию там попочных всяких вредных веществ, которые образуются при дезинфекции воды. То есть аммоний, он в небольших количествах обеззараживающий эффект такой, да? Да, ну не совсем обеззараживающий. Он блокирует образование вредных веществ. Других вредных веществ. Это хлороформ, ну и другие галогена органика. Он препятствует этому. И такие технологии используются во многих водоканалах. Но проектировать все вот это вот оборудование, покупать его, это довольно дорогое удовольствие. А поскольку у нас существовали установки, которые позволяли бороться с аммонием, но боролись мы с аммонием 3-4 дня в году. Все время поводка, то есть, да? Да, да, да. А остальное время эти установки стояли... Незадействованные. Незадействованные. И поэтому мы подумали вот со специалистами и решили использовать их для как раз преаммонизации. То есть таким образом у нас что сейчас получается? А в чем же суть этого процесса преаммонизации? Добавление небольшого количества иона аммония для того, чтобы при дезинфекции воды образовывались связанные формы хлора, которые... То есть не агрессивные такие формы, да? Не агрессивные, да. И тем самым вот эти вот хлорамины, которые образуются, они не вступают в реакции достаточно долго и являются очень хорошим консервантом для воды. И в то же время от них практически нет запаха. Ну, а не потому что связанные формы, а не вот именно запаха хлора нет, да? Да. И вот у нас сейчас эти установки, значит, в паводок вот эти три дня мы снижаем аммоний, а остальное время чуть-чуть повышаем, да? Чуть-чуть повышаем. Интересно вообще решение такое, да? Нет, чисто технологически-то мы его не повышаем. Он у нас идет на определенном низком-низком уровне. Повышения его нет. Мы его тщательно дозируем. Это все регулируется, это все так. И нужно сказать, что применение вот аммонизации или борьбы даже вот с Аммиаком, это очень такой кратковременный период на наших сооружениях. И это даже как бы можно и не заострять, что там вот какая-то там борьба идет сильная такая, что вот мы круглый год там боремся. Нет, это, знаете, это очень кратковременный процесс. Но мы к нему подготовились в свое время. И мы считаем, что не надо говорить, что вот он такой опасный этот процесс, и вот эта борьба такая идет. Нет, это обычная технология. То есть как бы получается, что вот эта при аммонизации, то есть вы не привносите туда дополнительный аммоний, да? Нет такого, чтобы там добавляли, повышали, да? Нет, мы его добавляем. Применяется новый реагент, но очень в незначительном количестве. Ну и нужно сказать, что на сегодняшний день ведь на сооружениях мы не применяем хлор. У нас нет хлора. Но это, по-моему, уже вы давно перестали. Мы об этом говорили, да, обеззараживание воды идет, идет хорошо. И довольно-таки современно. На сегодняшний день у нас, в общем-то, мы подаем гипохлорид натрия. Это, в общем-то, продукт соли, и страшного такого ничего нет. Но в любом случае процесс... А эффект такой же? Эффект, хороший эффект, это низкоконцентрированный реагент. И поэтому, как бы, когда мы применили вот новый процесс очистки, то как раз мы применили его вот уже с новым реагентом гипохлоридом натрия. И, в общем-то, это, конечно, существенно улучшило качество питьевой воды. Нет такого, видите, об аммиаке можно много говорить, но это очень... Вот мне всегда нам немножечко, как бы так, мы вот на сооружениях, вот и Олег Борисович, мы всегда думали, что, ну, да, 2-3 дня в год идет какое-то повышение мега. Да, барьерный карьер у нас сейчас есть. Есть барьер. Все, мы там это свое, у нас это все. Но вот этот новый процесс, который сейчас мы применили, это уже более такой продолжительный процесс. Это наша новая технология. Она у нас в Кирове не применялась, хотя она применяется на многих водоканалах города. То есть это не такой, не пилотный проект, это уже есть, да? Нет, нет, нет. То есть опыт уже применения есть в других городах, да? Опыт применения есть в крупных городах, и в крупных городах России. Но дело-то в том, что, видите, все разные водоисточники, разные технологии обработки воды, это все разное. И поэтому мы на своих сооружениях уже сами просто как бы сделали наработку данного химического процесса. То есть не обращаясь к каким-то, значит, проектировщикам, чтобы это в таком плане у нас было. В общем-то, это было нужно. Это было нужно с точки зрения именно, когда идет процесс обеззараживания. Это именно для процесса обеззараживания питьевой воды. У нас вот небольшая пауза у нас были. Уважаемые наши слушатели, у нас в студии специалисты. Специалисты, те, кто подает в наши квартиры водопроводную воду. Вы почувствовали, кстати, на протяжении последнего времени улучшение качества водопроводной воды? Позвоните, выскажите с 211-101. Мы продолжим через полминуты. Продолжаем нашу беседу. Надежда Чередина, начальник участка очистных сооружений водопровода. Кировская водопровода. Олег Тимофеев, начальник очистных сооружений нашего водопровода. Я хочу, Володь, напомнить, у нас вопрос есть, да, на сайте. Вот мы как раз сейчас улыбались. Вопрос простой. Воду из-под крана в городе Кирове. Четыре варианта ответа. Вот четвертый вариант мне очень понравился. Я сейчас все озвучу. Первый вариант пью сырую. Вот прямо как чет. Второй вариант пью кипяченую. Третий вариант пью фильтрованную. Тоже все понятно, да? То есть кипяченую, а потом еще фильтрованную. Ну, может быть, какие-то совмещенные, да. Ну и четвертый вариант мне понравился не пью. То есть ты как представился человек, который категорически его не пьет. Вы не поверите, этот вариант не пью, он лидирует и на сайте, и на нашей странице ВКонтакте. В ВКонтакте 34%, 35% почти. Его выбрали, у остальных вариантов поменьше. И, соответственно, 75% на нашем сайте не пью. А Владимир, ты пьешь воду из-под крана? Или ты покупаешь воду? Я покупаю, но бывает, что из-под крана все-таки, да. После того, как она немножко отстоится. Вот здесь как бы обсуждали, да, вот я как раз полный твой антипод. То есть я очень редко покупаю, в основном из-под крана там. И, честно говоря, даже не фильтрую, просто кипячу. И вот я не знаю, у меня, в общем-то, я не сказал бы, что у меня там испорченный вкус или там нюха нет или чего-то еще. Я абсолютно удовлетворен. Я, когда был молодым и холостым, я из-под крана как раз потреблял воду. Когда я был молодым и холостым, я вообще и не кипятил. Когда обзавел с семьей, решил покупать воду. Ну, не знаю, наши гости, мы их позицию знаем по этому поводу. Вы, собственно, смело, ну, не то, что рекомендуете, но... Сами, по-моему, скорее всего. То есть, что вода из-под крана, она питьевая вполне? Да? Конечно. Тут есть еще один аспект. Видите, дело в том, что требования к воде, к питьевой, да, они же повышаются. И повышаются не только нами. Госты какие-то нормативы, да? Да, да, да. Государственный норматив. Они меняются со временем, да. То есть, вот, последний технологический регламент вода питьевая, который был принят, да, там очень-очень жесткие требования к качеству воды. И, по-моему, даже они превосходят европейские по жесткости, да. И нам надо... Соответствовать. Соответствовать, успевать за этими изменениями. Поэтому-то приходится внедрять новые технологии. А напомните еще, пожалуйста, как вот сейчас там лаборатория, да, вид существует, да? Да, обязательно. Как она работает? Поясните. Мониторинг воды, он ежедневно, ежечасно, да? Это постоянный. На сооружениях работа от лаборатория, можно сказать, что круглые сутки. И вообще у нас станции ведь работают круглые сутки. Поэтому контроль и за речной водой, и за питьевой водой идет постоянно. То есть, и вот в вятке вода контролируется, и та, которая уже на выходе, да? Обязательно, обязательно. Вы знаете, два раза в сутки, это как минимум, контролируется речная вода. Обязательно. Утренний отбор, вечерний отбор. У нас работают инженеры-химики в лаборатории, которые постоянно проверяют качество речной воды. Значит, есть и какие-то нюансы. Или по химпоказателям, или по БАК-показателям. То сразу же идет сообщение. Сразу же, а не постоянно, потому что вода, в общем-то, под контролем речная. Далее. Если взять водопроводную воду, питьевую воду, то здесь тоже постоянный контроль со стороны лаборатории. Постоянный. То есть, значит, служба ежечасно отбирает. У нас есть такой, значит, как бы пробоотборник знаменитый. Его знает Роспотребнадзор, его знают все. Наш пробоотбор питьевой воды. Туда, в общем-то, ежечасно подходит лаборант. Ежечасно. Каждый час. Каждый час. Каждый час. И отбирает пробу питьевой воды. И впоследствии лаборант или инженер-химик в дневное время, а в ночное время это лаборант, производит анализ вот этой пробы. В основном, значит, мы вот говорим о том, что ГН и в нашем, в общем-то, есть санитарные нормы и правила. Есть государственные стандарты все. И дело-то в том, что работая на таком предприятии, нам никто не позволит, значит, отходить или отклоняться от тех заданных нормативов или от тех ПДК, которые заложены в эти нормативные документы. Получается так, что мы даже, знаете, вот нам надо наоборот, нам сделать нужно лучше того предела допустимого, который указан, допустим, в этом нормативе. Вот вы поверите, не поверите, но на сегодняшний день вот есть такой показатель мутность. Мутность, ну, знаете, вот мутность, я вам, знаете, вот вообще просто мутность, да, вы знаете, да, но на сегодняшний день, если смотреть сводку ККС, то мутность у нас идет нулевая. Вы знаете, при норме полтора миллиграмма на литр. Для нас сенсации... — Что обеспечивает мутность? — Вот я вам просто... — Мутность, а это, в общем-то, это свежая, это свежая, это наличие взвешенных веществ, которые, допустим, мы бы недоочистили. Они дадут мутность, правда ведь? В реке-то они всегда задержатся. Ну, на сегодняшний день, пусть и в реке их немного, но дело-то в том, что идет обработка и получить менее 0,6 миллиграмма на литр при норме полтора. Вот просто такой для, в общем-то, вам один показатель, ну, мутность, самый простой показатель. Но если вы посмотрите в сводки ККС, на сегодня мы приближены по нулю к нему. И поэтому, значит, когда мы говорим о применяемом, я вернусь к новой технологии, к новому методу вот этой очистки воды... — При аммонизации. — Да. То здесь была тоже поставлена задача. Вы не думайте, что до введения этого метода что-то так было не очень хорошо. Нет, почему? Было тоже нормально, потому что существуют санитарные нормы и правила. Было тоже нормально. — То есть в рамках. — В рамках. — Но тоже пониже. Но перед нами встала задача снизить показатели, качество, определенные показатели до нормативных государственных стандартов. То есть эти стандарты применяются и в больших городах России. В общем-то мы поставили такую задачу. Мы провели определенную работу. Она не сразу у нас провелась вот так. Взяли и раз, мы это делали. Нет. Два года мы работали в лабораторных условиях. То есть отбирались пробы воды. Значит, что здесь важно? Что здесь важно при новом методе обработки воды? — Подождите, а почему именно такая задача была поставлена именно сейчас? — Ну, вы знаете почему? — Это ужесточение законов? — Да, это ужесточение законов. Потому что государственный стандарт, он введен в 2007 году. В 2007 году. — Больше 10 лет назад уже. — Это раз. Но, во-вторых, нужно не забывать, все-таки мы работаем на чистных сооружениях водопровода. Мы сами пьем эту воду. Пьет население города Кирова воду. Мы были во многих городах России. Мы знаем показатели качества реки в других городах. И в крупных городах, и в мелких. Опыт нам известен города Ижевска. Мы были в Нижнем Новгороде, в Санкт-Петербурге. И поэтому, значит, в любом случае, чем лучше, тем лучше. Правда ведь? И эта технология, так как мы видели, она применяется на таких крупных предприятиях, как Москва, Санкт-Петербург. А почему бы и нам нет? И мы тоже решили, значит, ну, уже своим технологическим. Это, в общем, наш сработал технологический коллектив. Это технологии благодаря. Были привлечены слесаря, ремонтники, службаки, энергетики наши. Все мы сели. И Олег Борисович возглавил, как бы, вот тоже с нами все это дело. В общем-то, потому что техническая служба, мы чисто технологические, а уже это вот чисто технические. В общем-то, был разработан небольшой, как бы, проект с использованием уже существующего оборудования. Мы это дело применили. И сначала в лабораторных условиях, а потом уже на нашей практике у нас это получилось. То есть, вы говорите, два года в лабораторных условиях? Ну, знаете, как было? Мы это, в общем, проводили в летнее время. В основном проблематика данной технологии немножко осложняется, опять-таки, в летний период. Когда органика побольше в реке, когда температура воды на теплое. На теплое. Когда бактерии побольше, более грязные. Да-да-да. И поэтому вот на такой воде, вот провели мы лето, ага, получили результат. Второе, но недостаточный для нас. На второе лето мы снова взялись за этот метод, снова решили попробовать, ну, изменили дозирование, концентрацию реагентов, воды различные. Главное, вы знаете, тут тонкости можно долго говорить. Но что главное при такой обработке, это, во-первых, доза реагента, концентрация реагента, точка ввода реагента и соотношение его с другими применяемыми реагентами. Точка ввода, вот это что такое? Ну, вот, то есть, в воду, где его ввести правильно? На каком этапе, то есть? На каком этапе обработки данный реагент ввести? Вот это, вот это нами просматривалось в течение двух летних периодов. Ну, потом, значит, у нас были разговоры, вот мы интересовались в Ижевске, у меня там технологи, мы с технологами вроде бы так, как там у них. Ну, какое-то нам значение, может быть, и дала поездка в Санкт-Петербург. Мы побывали весной 17-го года на самых современных, таких технологически оборудованных сооружениях, мы попали туда. Это была, конечно, определённая заслуга наших проектировщиков, которые с нами ранее в Москве работали. Тут надо пояснить, Питер запитан от Невы. Да, там река Нева. Но дело-то в том, что нам было очень интересно посмотреть, ну, вот даже конкретно данный процесс, как происходит на таких современных, больших, вот уже автоматизированных сооружениях. Но, вы знаете, это не говорит о том, что вот даму там взяли, переслезали, и всё, нет. Совершенно. Реки всё равно пусть будут разные. Так, реки, они же разные, по-любому. Да-да-да, разные реки, разная технология, у них более обширно, у них всё в этом плане. Но были сделаны определённые для нас выводы. Мы что-то перестроили, мы снова сели и додумывали. Что-то скорректировали. Додумывали мы долго, да, мы ещё додумывали до июля месяца. И делали монтаж, монтаж оборудования, применяя те целитовые установки, которые у нас были, и совсем добавив ещё то, что мы имели насосы-дозаторы и всё прочее такое. Мы сами, технологи у нас нарисовали схемы, служба была подключена к автоматике немножечко хотя бы, энергетики подняты на ноги, слесаря выполняли свою работу, а мы руководили. И, в общем-то, у нас получилось. У нас получилось. И с 1 июля 2017 года отлаженный процесс, уже отлаженный, потому что неотлаженного процесса нам нельзя допускать. То есть уже как бы это вышло в город, да, уже с 1 июля? Да, да, с 1 июля 2017 года всё уже отлаженный, отработанный процесс уже пошёл в город. И сейчас, если мы ранее предполагали, что нам данная технология будет помогать только в летний период, но у нас получилось довольно-таки хорошо, и на сегодняшний день мы считаем, что данная технология будет применяться круглый год. Но вот сейчас, в данную секунду, система работает? Да, система работает. Я вам просто хочу договорить, что тот показатель, который нам хотелось очень хорошо снизить... Вот когда вы начинали эту работу, да? Да, да. Если его ГН-овский норматив 0,06 мг на литр, то на сегодняшний день у нас сооружение идёт 0,02. Мы в три раза меньше государственного стандарта. В три раза меньше. Вот это и есть, как бы, вот эта цифра, цифра, это и есть показатель вот этой работы, ну, в общем-то, и показатель, хороший показатель улучшения качества питьевой воды. А вот такой вопрос... Реклама у нас тут... Реклама, да. Ладно, хорошо. Давайте следующие вопросы от ведущих уже нашим гостям после небольшой паузы. Интересный разговор, получается, близкий, я думаю, и всем, потому что все мы с водой связаны, и человек вообще на 80% из этой самой воды состоит. Ну, вот я как раз перед перерывом хотел спросить у наших гостей, да, я напомню, что у нас сегодня в гостях Надежда Чернядева, это начальник участка качественных сооружений водопровода нашего Кировского, да, и Олег Тимофеев, начальник, начальник качественных сооружений водопровода. Говорим мы, естественно, вот о нашей воде, которая что-то из-под крана. Я как раз хотел спросить, что вот вы добились вот этих вот результатов, да, и условно говоря, вот ваши, как вы это называете, точка отбора или как? Точка вода? Нет, 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 вот где люди-то могут... А, то да, есть точка отбора. Точка отбора, да, да, да. Точка отбора, вот это можно ощутить, понять, что, да, запах хлора стало, практически не стало всё. Но ведь мы-то уже пьём воду, которая прошла много километров. Вопрос-то в чём, что вот люди-то, которые потребляют воду, да, вот скажем я, оказывается, что с июля там уже вот это происходит. Вот я вот, честно говоря, вот не могу сказать, что я что-то заметил, да. Я говорю ещё раз, я пью эту воду, она мне нравится, всё хорошо, но вот изменения, я этого не заметил. Это зависит от чего? От того, что вот они потом ещё километрами по этим трубам текут? Ну, это, конечно, отдельная тема. Конечно, это, конечно, тема отдельная. Состояние сети, соответственно, уже, да. То есть что должен почувствовать человек в результате этого всего, да. Процесс загрязнения от старых труб, вторичное загрязнение, да, оно, конечно, имеет место. И поэтому сейчас вот у кировских коммунальных систем это одна из приоритетных задач замена, модернизация вот этих вот сетей. Ну, насколько я помню, активное запитывание там центра города, северная часть города в 60-е годы, да, ведь ещё 20-е века происходило. Да, очень давно. Не раньше, что ли? Если не раньше. Ну, активно, по-моему, 60-е, вот там бум такой был как-то, бум строительный, и вот запитывали новые микрорайоны и так далее. Ну, ладно. Ну, это в любом случае уже полвека прошло больше. По крайней мере, вот с 37-го года, с 32-го, 37-го года, когда началось централизованное водоснабжение, всё, начали прокладывать трубы. А что касается этой новой технологии, которую мы сейчас применили, да, тут, как я уже говорил, это связано с тем, что повышаются требования нормативных документов качества воды. Кроме того, тут мы долго и успешно, как выяснилось, да, сотрудничали с Роспотребнадзором. Они проводили свои исследования, как влияют там вот эти вот загрязнители на организм человека. Писали нам письма с рекомендациями, да, чтобы, ну, понизить содержание хлороорганики в воде до требований ГН, вот этих современных требований, хотя старые нормативы ещё никто не отменил. Вот, они просили снизить содержание хлороорганики до, как говорил Владимир Владимирович, до 0,006 мг на литр. В результате мы снизили до 0,02 мг на литр. Да, 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 но Санпин, извините, Санпин, он ещё не отменён, так что, если, например, ну, идём в этих рамках, то и идём. И многие водоканалы, в общем-то, работают в рамках-то Санпина. В общем-то, не все мелкие города, ну, не такие, как мелкие уж, но вот такие областные центры, в общем-то, не везде идёт данный процесс. И мы были, и к нам приезжают люди с сооружений водоподготовки других городов, ну, как бы посмотреть на наши существующие технологии. И поэтому вот этот норматив, он в других городах, в общем-то, ещё и не выполняется. Вот эти 0,06 практически нет, нет. Тяжело для других городов. И поэтому, в общем-то, это дело, вот, как сказал Олег Борисович, это с точки зрения, вообще-то, и здоровья человека. В общем-то, мы ведь в любом случае, как говорится, раз это питьевая вода, люди её используют по-разному. И пьют, и не пьют, и моются ей, и всё. Я считаю, что, в общем-то, вот в такой ситуации, которая у нас сейчас идёт вот с июля 2017 года, в любом случае, качество довольно-таки повысилось. Надо понимать, если регион, там, город, мекополис, более миллиона, там, более промышленный развит, там, сложнее, наверное, очищать воду. Но у них, знаете, в каждом городе своя технология. Каждый по-своему. Если хоть мы все... Специфическая для местности, да, определённая. Да, в любом случае, видите, кто-то работает, обрабатывает воду с пруда. Вот пруд, допустим, там есть вот в Нижевске такое. У кого-то мелкая река. То есть непроточная вода. Да, есть всякое, ведь, знаете, есть, во-первых, очень зависит от водоисточника. Его нужно знать настолько, чтобы что-то применить. Поэтому надо сначала изучить уже сам водоисточник и посмотреть, какие же процессы-то грядут, там, в общем-то, будет-то, и как получить результаты. Поэтому, в общем-то, проводимая работа, ну, может быть, и в других городах как-то её со временем она тоже пройдёт. Потому что, ну, всё, в общем-то, наступит. Вот санитарные нормы и правила существующие. Всё говорят, что их когда-то отменят. И вот этот государственный стандарт вступит в силу. Но водоканалы, я считаю, что других городов просто к этому, наверное, ещё тоже не готовы. Вот. Но мы сейчас вот с точки зрения вот того, что мы получили, в общем-то, мы так немножко как бы даже на ступеньку повыше стоим, я бы сказала. И мы как бы сравнимы по технологии, по качеству воды с крупными городами. Вот как типа, ну, у нас не хуже. Но при том, что, как я понял, просто взять и скопировать технологию нельзя, потому что везде разная вода. Вариантная вода, да. Совершенно верно. Нет такого, не скопировать, да. Дело в том, что технология обработки воды, она выбирается, исходя из водоисточника. Какой водоисточник? И вот, потому что горные реки, да, это одно. Ну, подземные там какие-то варианты, другое, наверное, да. Наши северные реки, это другое, да. Ну, вот, подземные воды, это третье, да. Южные реки, совсем другие. Или вот пруды и водохранилища. Понимаете, и качество исходной воды везде разное, и поэтому, исходя из этого, и выбираются различные способы обработки. А, кстати, как выглядит этот процесс-то вот при аммонизации? Вода, она прогоняется через какие-то установки? Нет, нет, нет. Опишитесь, пожалуйста. У нас на очистных сооружениях вообще вода обрабатывает, реагентная обработка воды, да. Сначала там добавляется коагулянт для того, чтобы происходило очень быстрое осветление воды, да. Потом оседали, чтобы все эти вот, муть вся седала, да. То есть вода все время... То есть она находится в резервуарах больших, да, туда вот добавляется это вещество. Да, она течет, она не стоит в резервуарах, она течет в резервуарах. Постоянно в движении. Да. И от одного резервуара к другому она перетекает по трубам. И вот этот процесс-то и заключается в том, что вот в эту трубу в нужном месте вводится... Вот это вот точка ввода, да, я уже понял, называется точка ввода. Вводится реагент. Каждый реагент вводится в свое время там на определенную стадию. То есть последовательность определенная. Да, определенная последовательность, чтобы было определенное время контакта, время... Это все делают машины, это все делают машины? Это делают дозаторы, и садят за ними... Или как раньше мужики с лопатами? Нет. Мужиков нет с лопатами уже? Нет. Нет. К сожалению, уже нет. А можно, к счастью. Давайте примем звонок, да, у нас есть. Алло, слушаем вас, добрый день. Алло, добрый день, меня зовут Вячеслав. Да, Вячеслав. В 85-м это году, когда Горбачев пришел к власти, он, значит, выдвинул в своей программе эту здоровую, вкусную, эту воду в каждый дом. То есть он предлагал вот та техническая вода, что идет у нас на технические нужды, ну, и провести отдельно эту здоровую, качественную воду. Как считаете, это экономически, да, это понятно, что это будет экономически очень дорого, но, может быть, в конце этого пути это будет оправдывать себя, чем вот пользоваться постоянным очищением. Понятный вопрос. То есть на хозяйственные нужды отдельный водопровод, а пить отдельно. Понятно. Бойко, вы загнули. Дело в том, что у нас нет технической воды в городе Кирове. У нас вся вода питьевая, и мы подаем в водопровод только питьевую воду. Ни о какой технической воде вообще речи не идет. Ну, а даже в теории, скажем, если была такая вода, вот второй водопровод параллельный сделать, это вот экономически как, я не знаю, у меня такое ощущение, что... Любые капризы за ваши деньги. А, ну, то есть за свой счет. Да, конечно. Хотите, платите. Ведь, по большому счету, вода, которая сейчас вот течет из крана, да, она же имеет не очень высокую стоимость, да, по сравнению с стилой, которая продается в ларьке и в магазине, да. Ага. Ну, если вы готовы платить огромные деньги за ту воду, которая течет из крана, мы можем ее очистить вообще... Для состояния дистиллированной, это не полезно опять же уже. Ну, она уже будет не полезна. Это уже полезно, да. Потребление воды городом растет? Да нет. Олег Борисович, нет, не растет? Нет, не растет. Оно как-то стабилизировалось, оно сначала снижалось, очевидно, это было связано с установкой счетчиков. Внедрением счетчиков, да, приборов учета. Приборов учета. Оно сначала снижалось, а сейчас стабилизировалось. — Минуты остаётся. Весна не за горами, собственно. Паводок у нас. — И вот эти самые три дня, про которые вы говорили, они уже вот-вот. — Уже готовитесь? Хотя бы морально. — Да нет, это не просто морально. — А там ведь не надо будет эти установки? — Там не надо будет перестраивать. — Нет, вы знаете, это мнение наших потребителей такое, что если паводок, то это из водопровода уже плохо. — Это неправильно. Технология, она предусмотрена на все паводковые и непаводковые периоды. В любом случае идёт перестановка, идёт переключение, идёт какой-то пересмотр немножко технологий. Но у нас нет такого, что в паводок с наших сооружений вода идёт худшего качества. Это недопустимо. — То есть как бы с точки зрения воды ничего не меняется? — Это недопустимо. — Независимо от качества водоисточника, качество воды в водопроводе. — Всегда стабильное. — Что бы ни входило, на выходе всегда находится на высоком уровне. — Всегда, всегда, да, да. — Ну и всё-таки, если там паводок случится, более какой-то... — Ну как вот в 10-м году, например, в 10-м, в 12-м был смешнее. — Там, по-моему, вывез... — Нет, нет, вы знаете... — Вроде того, что объявления на подъездах вешались... — Да нет, там больше шума произошло из ничего. — Больше шума было. — Больше шума из ничего. — Хайпа. — Сооружения справились, и ничего такого не было. — Катастрофы никакой не было. — Превышения ПДК не было. — Не было, превышения ПДК не было. — Планы ещё по каким-то модернизациям есть, или в настоящее время всё пока? Всё, система работает, отлажена, пока ничего не планируете менять. — Ну почему? — Автоматизировать статусы — это наша мечта. — Да, да. — Когда, собственно, без участия человека всё работало. — Ну да, ну да. Потому что автоматы — это автоматы, компьютеры — это компьютеры, и исключать человеческий фактор из процесса технологического всё равно надо. — Технология будет развиваться дальше. — Технология будет развиваться дальше, да. Ну, вы ручаетесь, собственно, за нашу воду. А мы вам верим. Да, а мы вам верим. И правильно делайте. Спасибо большое. У нас завершается время разговора. Надежда Чернядева и Олег Тимофеев. Спасибо за эту интересную беседу. Мы не прощаемся. Вернемся через 20 минут.